Всем привет, на связи МК. Давненько мы вам не рассказывали, что там войти. Время пришло, ибо концентрация новостей просто зашкаливает. И сразу у меня к вам один вопрос. Что вы будете делать, когда заблокируют или замедлят YouTube? Роскомнадзор тут на днях намекнул, что может сделать это по щелчку пальцев. А пока хочу предупредить вас, что возможно вскоре у вас будет ноутбук с челкой, как в смартфонах. Нет, покупать Apple я вам не советую, оно вам не надо, а если надо, вы об этом знаете. Просто у Apple случился очередной массовый революшн, самый заметный из которых черная полоска сверху экрана, за которой скрываются камеры и датчики, в том числе подстраивающие баланс белого. При этом все мы знаем, как другие производители любят списывать у Apple, особенно этим грешат китайцы. И я не удивлюсь, что через полгода-год на полках магазинов будут через одного стоять клоны челкастых MacBook. Хотя нет, 10-ядерный процессор, 32-ядерную графику, SSD на 8 терабайт и 64 гига быстрой ОЗУ в тонком корпусе вы там не увидите. Прошлогодний процессор Apple M1 даже с пассивным охлаждением не оставлял ни единого шанса большинству ультрабуков и даже некоторым игровым лэптопам. Как оказалось, компания из Купертино просто разминалась, и главной проблемой было, как назвать то, что еще лучше. Как насчет Apple M2? Нет, нам показали M1 Pro и M1 Max, и так сразу не разберешь, какой из них круче. Без сомнения, в рабочих задачах и бенчмарках оба процессора удивляют, но были слухи, что встроенная в них графика сопоставима с RTX 3080. Вау, круто! Жаль, что это неправда. К примеру, в Tomb Raider топовая платформа Apple выступает на уровне простенькой 70-ваттной мобильной RTX 3060. С другой стороны, в некоторых вычислительных задачах новый MacBook обгоняет даже RTX 3080. Все зависит от наличия оптимизации под ARM. Отсюда и ценник от 190 тысяч рублей, а за топовую версию 16-дюймового MacBook Pro придется отдать полмиллиона. Половина новой лады! Кстати, а почему они так подорожали? Наверное, там много полупроводников. К слову, протирать новые MacBook нужно инновационной салфеткой за 2000 рублей, которая сразу стала мемом. Например, в графе совместимости с ней нет iPhone 5s и ниже. Видимо, гордая тряпочка не будет протирать технику, которая дешевле ее самой. Мемную челку не пропустили и линуксоиды. Они создали приложение, которое позволяет ее эмулировать со слоганом «Мы из-за безопасности камеры нет, нечего взламывать». Несмотря на все это, новый MacBook снова стали походить на Pro решение. Вернули слот для SD-карты и HDMI. Но в Купертино предпочитают все узенькое и молодое. Обычное USB все так же отсутствует. Последние несколько лет только ленивый не ругал Intel. В то время как AMD и Apple при помощи TSMC осваивают 7 и даже 5 нм техпроцессы, синий техногигант продолжает нарушать собственные нормы тепловыделения, создавая отличные электрообогреватели на 14-нм техпроцессе родом из 2016 года. Разумеется, это не могло не сказаться на доле Intel на рынке CPU. Не говоря уж про статистику продаж, там Ryzen лидирует с перевесом даже в несколько раз. Получается, что Intel все, AMD лучше, пора охранить компанию? Да как бы не так. Просто в случае с такой огромной компанией, пинок от AMD очень медленно доходил до руководства от него к инженерам. Но самое главное, он дошел, и у компании есть ответ в виде решений Core 12-го поколения, они же Adler в Elder Lake. Давайте мы не будем нудно рассказывать про все эти DDR5, PCI-Express 5.0, разнородные ядра и 10 нм, которые стали Intel 7. Нам интересна сама мякотка, тесты. И вот тут новинки синих показывают себя с максимально лучшей стороны. Возьмем флагмана. Core i9-12900K. Он подорожал относительно предшественника на 50 баксов, и теперь стоит 589 долларов. Но, думаю, не стоит рассказывать, что официальные цены на электронику остались в 2014-м вместе с долларом по 30. И реально этот процессор на старте может стоить в России и 50, и 60 тысяч рублей. Что же пользователь получит за такие деньги? Ни много ни мало лучший игровой процессор современности, который опережает даже 16-ядерного монстра Ryzen 9 5 950X. К тому же прирост по FPS в среднем около 15%, что немало. Правда, вскрылась интересная подробность. Оказывается, Intel тестировала процессоры AMD на ранней версии Windows 11, где не было фикса производительности. Впрочем, это не мешает компании утверждать, что даже после перетеста ее Core i9 останется топом. Но, конечно, разница будет меньше. Но на самом деле топовые процессоры мало кого интересуют. Что там у среднячков? В интернете уже есть тесты Core i5 12600K. Линейка Core i5 всегда была любима пользователями за хорошую производительность при адекватной цене. И новинка лицом в грязь не ударила. Своего прямого конкурента в лице Ryzen 5 5600X она обходит на 15% по однопоточной производительности и аж на 30% в многопотоке. Проще говоря, новый i5 выдает результат по производительности на уровне топа уже предыдущего поколения Core i9-11900K. Неплохой прирост за поколение, правда? Что у нас там в мобильном сегменте? Помните, Apple рассказывала, что по одноядерной производительности у M1 конкурентов нет? Теперь есть Core i9-12900HK слегка быстрее нового M1 Max и по многопотоку тоже. При этом предыдущие топы в лице i9 и Ryzen 9 нервно курят в сторонке, оставаясь в полтора раза медленней. Короче говоря, у Intel получилось создать монстров производительности. На пару лет позже, но все же. Главный вопрос, какой ценой? Увы, ценой многого. Во-первых, тепловыделение топового i9-12900K в стресс-тестах и близко не укладывается в указанной Intel 125 Вт. Чего уж говорить, компания обещает максимальное тепловыделение на уровне аж 241 Вт. Во-вторых, далеко не все SVO и суперкулеры будут совместимы с новым сокетом LJ1700 просто физически. Все дело в том, что он на 1 мм ниже, чем текущий LJ1200, а значит не для всех моделей получится выпустить новое крепление. В-третьих, кто бы мог подумать, новые процессоры Intel лучше работают на Windows 11. Об этом было прямым текстом заявлено на презентации. Вот такой расклад. В общем, новые процессоры Intel должны заставить Ryzen курить в сторонке. Хотя, судя по курсу акций, курят в сторонке пока ребята из синего лагеря. Кстати, о лагерях. В интернете появилось два новых противоборствующих лагеря. Любители Windows 11 и любители Windows 10. Все эти диванные баталии максимально глупы. Сторонники семерки могут объяснить почему. Кстати, Windows 7 исполнилось всего 12 лет. До Скайриму почти столько же. А вот адепты Windows XP отмечают 20-летие. Для огромного количества пользователей эта система навсегда останется в сердце, как первая ОС на их компьютере. Те самые обои Безмятежность, Помощник Скрипыш, Звуки Пейнтбол. Ммм... 2001 год. Олды помнят, как приходилось пользоваться настоящими энциклопедиями из бумаги. Кстати, Википедия появилась именно в этом году. Но интернет тогда был далеко не у всех. У меня, например, в городе был интернет по карточкам или ADSL. А софт и игры продавались на дисках. И однажды, возможно не в 2001 году, к вам в руки попадал вот такой вот диск. На котором было написано Windows XP и код активации, который было сложно разобрать. И вот в этот момент ваша жизнь изменилась навсегда. До чего уж говорить, даже и сейчас, спустя более 7 лет после окончания расширенной поддержки Windows XP, на ней все еще работают и выходят в интернет миллионы людей по всему миру. Только вдумайтесь, на этой ОС спустя 20 лет работает 0,6% всех ПК в сети. А это больше 9 миллионов устройств. Разумеется, по современным меркам эта система не может ничего. На ней уже несколько лет не запускаются даже современные браузеры и офисные пакеты. Но все еще у многих эта система остается любимой и лучшей. Несмотря на то, что титул этот уходит медленно к Windows 7, которая тоже уходит в забвение со своими 16%. Семерку уже перестала поддерживать драйверами даже Nvidia. Никаких вам больше свежих игр. Ладно, ностальгия это хорошо, но что там в настоящем? По традиции, в каждой новой ОС от Майков хватает багов, и в этот раз они обидели любителей Ryzen, срезав им сразу же 15% производительности, хотя недавно вышел патч, который должен это исправить, но жалобы все еще остаются. А вот на процессорах Intel даже дешевых Core i3 никакой разницы в производительности между 10 и 11 нет. Все на уровне погрешности. Единственный случай, когда производительность падает, это активация защиты ядра, по которой мы рассказывали в нашем ролике «11 фишек Windows 11». Ссылочка будет в описании. Если ваш процессор не поддерживает Windows 11, не обязательно примыкать к другому лагерю. Мы подобрали для вас топ актуальных процессоров на Е-каталог. Самый дешевый, на котором официально запускается последняя винда, Атлон 3000G. Этот камень на Е-каталог можно найти всего за 5000 рублей. Докинув еще пару тысяч, можно уже взять бывший Core i7, который разжаловали до Core i3-10100F. Если 4 ядра вам мало, стоит присмотреться к шестиядерным Ryzen 5 3600 или Core i5-11400F. Ну а для любителей максимальных мощностей есть Ryzen 7 5800X и Core i7-11700F. Купить новое поколение Intel можно будет с 4 ноября. Для вашего удобства мы закинули их в корзину. Ссылки на все процессоры будут в описании. В продажу новые процессоры 12-го поколения поступят 4 ноября. Именно тогда появятся независимые тесты. И тогда же мы выпустим ролик с итогами по 12-му поколению. Конец нулевых не просто так считается золотой эпохой консолей. Именно тогда Sony выпускала для владельцев PlayStation 3 игры, которые вызывали стойкую зависть у ПК-бояр. Линейки God of War, Uncharted, Grand Turismo, Heavy Rain, Last of Us и еще десятки других менее известных эксклюзивов выходили тогда на японскую консоль. Конечно, часть из этих легендарных игр приобрели ремастеры или вышли на ПК, но до сих пор хватает проектов, в которые можно поиграть только на PlayStation или эмуляторе. Создание последнего, который называется RPCS3, заняло больше пяти лет и активно продолжается. Все дело в том, что консоль использует совершенно нетипичный для ПК процессор на архитектуре Power, хитрым образом связанный с заказным графическим чипом Nvidia тех лет. Полноценно сэмулировать эту связку – та еще задача. Собственно, даже разработчикам игр на PS3 было не сладко, из-за чего первые проекты под эту консоль отнюдь не радовали графикой. Но рано или поздно поддается все, и теперь разработчики эмулятора сообщили, что все три тысячи игр под PS3 доступны на их эмуляторе. Полностью пройти удастся пока что только две трети проектов, остальные игры имеют проблемы. И что немаловажно, эмулятор открыт и бесплатен. Более того, он позволяет добавить новых фич, таких как поддержка 4K, повышенную частоту кадров и улучшенное сглаживание на основе AMD FSR. Короче говоря, если вы 10 лет назад мечтали поиграть в Uncharted, теперь это можно сделать еще красивее, чем игроки с PS3 могли себе позволить в 2007 году. И все вместе ПК-шное спасибо за бета-тест! Традиционно, когда мы говорим про гейминг на ПК, мы имеем в виду игры под Windows. Да, разумеется, часть проектов портируют под Mac и под Linux, но обычно про эти несколько процентов ПК-бояр забывают. И как рассказал один из инди-разработчиков, очень зря. Реддитер Кадерский, который создает свой космосимулятор Delta V Rings of Saturn, поделился своим наблюдением за пользователями, которые присылают ему репорты о проблемах игры. По итогу оказалось, что на Linux играют лишь 6% от общей 12-тысячной аудитории, но эти 700 человек прислали аж 38% всех отчетов. И дело не сколько в количестве, сколько в качестве. Лишь единицы Linux геймеров жаловались на проблемы игры под свою ОС. Большая часть игроков сообщали об общих для всех ошибках, причем на максимально подробном уровне. Разработчик сообщает, что ему присылали все журналы, дампы, ядра и шаги для воспроизведения бага. Иногда я связывался с игроком через Дискорд, и вместе мы проходили через несколько итераций фикса, чтобы решить проблему. Такого уровня вовлеченности нет больше ни у кого. Линуксоиды. Неудивительно. Я тут вспомнил, как в 2000-х мы с другом детства прогуливали школу, чтобы поиграть в GTA 3. Вводишь чит-код и бабка с гранатометом взрывает скорую в городе Хаус, это было весело. А какая версия великого автоугонщика из 2000-х ваша самая любимая? Мрачная GTA 3, пестрая Vice City, а может продвинутая GTA San Andreas, где персонаж наконец-то научился, о чудо, плавать. Разумеется, за прошедшие полтора десятилетия графика серьезно шагнула вперед, поэтому выпуск ремастера этих игр на фоне бума переизданий был вопросом времени. А зная приверженность Rockstar к детальной проработке мира что в GTA 5, что в Red Dead Redemption 2, многие ждали увидеть классику в лучшем свете. А получился комикс или дополнение к Sims? Да, официальные трейлеры не оставляют сомнений. Ремастер трилогии выглядит ближе к Fortnite, чем к GTA. С учетом того, что сюжет в этих играх достаточно серьезный и кровавый, ну совсем не вяжется с мультяшной рисовкой. Собственно, что и отметили многие фанаты под трейлером, сравнивая, например, с ремастером Mafia. Ладно, друзья, игрушки игрушками, а у нас здесь локдаун. Надеюсь, у вас со здоровьем все хорошо, и вы проведете его с пользой. Ну или на работе, кому как повезет. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Все ссылочки в описании, читайте нас в ВК. Еще увидимся. Пока.